Итак, ребята, у нас, как всегда, заманчивая такая, незадейливая кухня, потому что я считаю, что на кухне нечего долго сидеть и делать, потому что еда, она любит простоту, подход очень такой, как бы сказать, быстрый, недолгий, потому что точно таким же образом работает наш желудок. Он работает быстро, он потом перебирает продукт, поэтому продукты всегда заранее приготовьте и переделайте с того, что у вас есть. Сегодня я хочу с вами поделиться творожной массой. Вот у меня, как вы видите, есть ингредиенты, их можно делать и добавлять яблоки, чернослив, можно добавлять куркуму, всё, что вы захотите. Я сегодня хочу сделать простой способ приготовления творога. Итак, вот у меня творог козий, как вы видите. Вот я его открываю, предварительно всё, что мы приносим сейчас из магазина, мы предварительно протираем, промываем, вот поэтому средством обычным, или спиртом, или влажным, полотенцем влажным. Вот поэтому я его беру и знаю, что все продукты, которые у меня есть, они обработаны. Вот, высыпаю творог. Сегодня я хочу, чтобы у меня, мой творог был с изюмом. Изюм, как вы видите, нескольких. Желтый изюм, красный изюм, обычный кишмиш, вот, и продолговатый. Я их всегда заготавливаю, мою, сушу и храню в своих судочках. Вот, на это количество творога я кладу 2 столовые ложки. Вот таким образом. Закрываем. Вот. Если я буду есть утром творог, не вечером, я буду добавлять масло дна. Если я ем вечерний творог, я добавляю кокосовое масло. Если вы кладёте 2 столовые ложки изюма, или бананы, или киви, или же авокадо, то, ну, всё равно, что всё, нужно подогласть по 2 столовые ложки. 2 столовые ложки. Это тоже нам теперь нужно. И я очень люблю сиропы. Вот у меня сироп, вы видите, пальмовый сироп. Вот, можно мёд, ну, как вы захотите. Можно мёд, можно... Но его кладу всего лишь ложку. Он очень сладкий. Начинаем помешивать. Вот таким образом. Я люблю венчик. Я вам всегда говорила, что люблю всё подбивать руками. Мы делаем по незатейливой хорошей массе. Вот, потому что у меня 3 дня, 3 вечера трёхдневного вечернего творога. Поэтому я его заготовлю в трёхдневный срок. Почему лучше не мёд, а пальмовый сироп? И почему лучше масло кокоса? Потому что они хранят дольше вкусовые качества. И не дают расщепления продукта. И хорошо его сохраняют. Вот, вот вы видите пороженную массу, такая очень интересная. Вот, можете представить, что она, конечно же, и вкусная. Утром я, если буду кушать утром или вечером, это моя порция. Вот, можете представить, это у меня 3 порции. И вот, мне хватит как раз на 3 вечера. Накрываю. Он должен постоять в холодильнике хотя бы полчаса. И таким образом мой вечер будет заполнен таким хорошим продуктом. И так, желаю вам удачи. Ешьте с удовольствием. Желательно, конечно, употреблять козий или бараний продукт. Любой. Поэтому сыры, очень много сейчас сыру. Вот, на основе этого мяса, этих животных. И они очень полезны. И так, желаю вам удачи. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!